Видео для Димофея. Город Галич, Костромская область. Что я хочу сказать. Кресло Акрейсинг 7012 в черном цвете. Последнее. Последнее. Больше в России их нет. Спиночка вот она у нас стоит. Вот здесь она стояла месяца три. Это кресло нигде не использовалось. Просто что оно как выставочный экземпляр. Именно для цвета. Чтобы люди посмотрели, что такое черный цвет. Сейчас будем мы их более тщательно посмотрим. Так, сейчас я это все приготовлю. Так, это на сиденье. Подлокотники. Тут я колпачок когда-то сниму. Все, затяну там. Все, что нужно. С этой стороны тоже затянул. Так, она снизу. Ничего лишнего. Все металл. Металл, металл, металл. Ремни. То есть прессу. Кресло. Качество бренда. Так, это спинка. До 120 килограмм. Но это не значит, что должен пользователь быть 120 килограмм. А это значит, что она держит такую нагрузку. Справляется с такой нагрузкой. Идеально она подходит. Для людей. С весом 85 килограмм. Максимум там 90. Рост метр 85. Просто, что если там вот 90 килограмм, 95. Это уже проблемы с этой с этой всей поддержкой. В ногах поддержка. То есть идеальное кресло подходит 85 килограмм. Вообще там 88. Так. Петелучия. Дюраля алюминиевая. Опа. Валик для поясницы, для спины. И подушка под голову. Вон тут надпись. В комплекте имеется вот бабочка пластиковая. Это для альтернативного крепления подушки вот в эти ушки. Ушки в подушке. Так. Давай сейчас смотрю, что у нас. Инструкция. так же тут будет гарантийный чек. Накладка. Ключи с болтами. Еще дверь накладки декоративных. Газлит. Смертого класса. Проносики. перчатки для сборки пыли. И соответственно сам мультиблок. еще раз напоминаю, что кресло последнее. Она стояла у нас вон там. Теперь она там не стоит. Так. Наш после. А. Там у нас все понятно. Договоренность по оплате. Все. Просматривайте видео. Мы вам пришлем QR-код. Делайте туда перевод. И на завтра будет забор груза. Поедет вместе с Эпиком ТХ. Южно-Сахалин. Долго будет в пути. 26 дней. Так. Вот еще что. Не заканчиваем видео. Покажу на этом. То есть правильно взаимодействуем с креслом. А именно вот с этим рычагом. Угла наклона спинки. Поднимаем его всегда вверх до упора. А потом только нагружаем спинку. А есть под нагрузкой. Когда спинка под нагрузкой. То есть вы на ней лежите. Поднимать рычаг запрещено. Вы должны выпрямиться. То есть избавить спинку от нагрузки. И только тогда уже поднимать рычаг. И манипулировать спинкой. Искать свой угол наклона очередной. По мультиблоку здесь у нас. По высоте правая рука. Регулируется. Левая рука. Это вот так вот. Включается режим качания. Кресло качается. Режим качания регулируется. Вот этой гайкой. То есть если мы там. 80-90 килограмм. То есть мы ее затягиваем. Если ему легче. Мы ее расслабляем. Упругость пружины. Если в режиме качания. То есть мы качаемся. И взять и опустить флажок вниз. Кресло само зафиксируется. Именно сидушка. Чтобы это все разблокировать. И привести в исходное состояние. Поднимаем флажок вверх. Упираемся спиной в спинку. Механизм разблокируется. И отключаем режим качания. Если он нам больше не нужен. Угол наклона тут имеется. 155 градусов. То есть спинка кладется горизонтально. В комплекте эти две подушки. Подушка под спину. Именно в таком положении нужна. Когда мы горизонтально ее раскладываем. Именно полежать. Прогнуть поясницу. Ну так как я вам это все затяну. На вашем кресле тут болты. Залезете сюда месяца через 4. То есть надо проверить. Болтовые соединения со всех сторон. Как до этого добраться всего. То есть есть ремонтное положение у кресла. Поднимаем рычаг вверх. Оп. Спинка вот так складывается. То есть относительно сидушки. Тупой угол. Острый угол. И открывается доступ вот к этому винту. И мы выкручиваем. Вот этот винт выкручиваем. Снимаем. Накладку снимаем. Чехол. Все затягиваем. Ставим все обратно. И выпрямляем спиночку. То есть к этому процедуру через 4 месяца сделать. И потом раз в 2 года. Ну и все равно там посматривать на эти болты. Все. Так. Ну все. Вот такой будет обзорчик. Поехали.